Сначала мне диагностировали волчанку. Около четырех лет назад у меня нашли фибромиологию. Мне диагностировали болезнь Лайма 16 лет назад, а рассеянный склероз 15 лет назад. У меня постоянные головные боли, мигрень, головокружение и проблемы с желудком. Эти недуги я испытывала около года, и никто не знает, почему. Сегодня я хочу попросить вас довериться мне. Это не западная медицина. Это восточная медицина, энергетическая медицина. Восточная медицина основана, как и энергетическая, на том, что мы должны научиться держаться за наши эмоции. Сделав это, мы наполним наши тела. То, что в западной медицине называется раком, фибромиологией, болезнью крона, мигренью, головными болями, депрессией и чувством тревоги. Меня восхищают целители и то, как наши мысли и эмоции влияют на наше здоровье. Сейчас энергия целителей, связи разума и тела, возможно, не считается нормальным. Но ненормальным я считаю то, что много людей в наши дни болеет. Люди в этой комнате – моя семья и близкие друзья. Я перестала быть здоровой, счастливой матерью. В лучшие дни своей жизни я не могу заботиться о своих детях. Я долгое время жила с хроническими болями. И до сих пор не знаю, как чувствовать себя хорошо. Вы не замечали, что многие ваши знакомые люди болеют? Как в игре шесть шагов до Кевина Бэйкона остается последний шаг до рака. Я имею в виду, что наш мир и еда стали такими токсичными, что болезнь просто неизбежна. В то же время, каждая реклама по телевизору про таблетки пугает нас, что наши тела просто откажут. Очень хорошо. Когда я была ребенком, я занималась гимнастикой, впрочем, ужасно. Я помню ощущение какой-то магии в том, что когда порежешься, нужно было только очистить рану. Ты забываешь о ней, рана сама заживает. Я уверена, мы все забыли о том, какое умное у нас тело. За последние 20 лет я была и у целителей, и у докторов. На личном опыте я изучала, как мои мысли, убеждения и эмоции влияют на мое здоровье. Я убеждена, в нас есть сила исцеления, мы должны в это поверить. Но не верьте мне на слово. Я собираюсь разузнать все у ведущих ученых, докторов и преподавателей в сфере разума, тела и медицины. И поделюсь этими знаниями с вами, когда приходится к хиле. Дело не в том, что болезнь начинается в голове. Все начинается в голове. У тела есть возможность к исцелению, о которой не говорят в медицинских вузах. Ум, тело, эмоции, взаимосвязи, чувственный опыт, звуки, прикосновения, зрение. Все эти чувства открывают внутреннюю фармацевтику. Если ты хочешь вылечиться, нужно найти горе своей болезни. Изменить восприятие, разум, изменить взгляд на жизнь. Я меняю сигналы, которые поступают, и настраиваю функцию клетки. Позитивные мысли запускают позитивные процессы. Негативные мысли запускают негативные процессы. Насколько сильно мы можем влиять на наш организм, на организм наших близких, исцелять мир за пределами организма? Сколько у нас силы. Для того, чтобы некоторые из нас проснулись, нам нужно пробудить наши клетки. В 1986-м я получил этот звонок. Я участвовал в триатлоне в Паунцпринкс, штат Калифорния. Я ехал на велосипеде по трассе и подъезжал к перекрестку. Я повернул, и полноприводный бронхо, который ехал примерно 55 миль в час, сбил меня со спины так, что я перелетел через свой велосипед. Сила компрессии сжала шесть позвонков в позвоночнике. Мне сказали, что я больше не могу ходить, и необходима серьезная операция, где мне установят стержень Харрингтона. Если бы это был кто-то другой, я бы порекомендовал сделать операцию, но это был не кто-то, а... Я решил выписаться из больницы, в голове у меня была только одна мысль. Я думал снова и снова о том, что сила, которая сотворила организм, способна его исцелить, потому что я знал, что существует сила, которая дарует нам жизнь, заставляет биться сердце и переваривает еду. Именно так я решил, что хочу научиться управлять этой силой. И я собирался структурировать ее. Когда все узнав, я хотел уступить высшему разуму, потому что он знал лучше меня, как исцеляться. И вот еще одно. Я даже не подпустил мысли, что мне не нужен этот опыт. Так я начал. От позвонка к позвонку я лечил свой позвоночник. Я представлял, как встану с инвалидного кресла. Прошло шесть недель. Я прошел через невероятные темные части своей души, потому что не мог мыслями добиться, чего я хотел. Три часа я сидел с закрытыми глазами, мысленно лечил каждый позвонок в своем теле. Начинал снова и снова, как только отвлекался. К концу шестой недели я научился не отвлекаться в процессе лечения. Будто я теннисным мячом ударил прямо в цель, и во мне что-то переключилось. И я начал замечать изменения во всем теле. Двигательные функции начали возвращаться, и тело стало меняться. Я встал на ноги уже через 10 недель, начал тренироваться через 12 недель. Я договорился с собой, если никогда больше не смогу ходить, то я проведу всю свою жизнь за изучением связи тела и разума. Этим я и занялся с 1986 года. Лучшая наука нашего времени — показать людям, что каждый орган нашего тела может исцелиться, если подсказать ему, как. Даже органы, о которых говорили, что это невозможно. Ткани спинного мозга, головного мозга, сердца, поджелудочной, ткани предстательной железы. Все эти органы на самом деле изначально могли исцелиться, если напомнить, как. А как? В этом и был вопрос. Некоторые условия зависят от воды, воздуха, качества пищи. А некоторые — химические. Какие добавки мы принимаем? Наши предки понимали, что травяные составы могут лечить еще до того, как появилась современная медицина. Я думаю, что такие знания очень важны. То, что есть внутри нас, просто впечатляет. Об этом красноречиво нам и рассказывал Будда. Он говорил, что каждый мужчина и каждая женщина сами определяют свою судьбу. Есть врожденное знание, которое зарождается в нас, когда мы еще были эмбрионами. Это врожденное знание помогает желудю вырасти в дуб. Это врожденное знание помогает планетам вращаться вокруг Солнца. Мы не сумели бы эволюционировать, если бы не механизм внутри нас, который позволяет принять удар. Вот что такое болезнь или рана — удар, который принимает организм. Иммунная система исправляет ее. И этот разум дарует нам жизнь, заставляет биться сердце, переваривать пищу. Она проходит через вегетативную нервную систему. Это величайшее исцеление в мире. Все, что нам нужно, — освободить ее наружу. Я всегда была здоровой. Вся моя жизнь — путь исцеления и здоровья. Я изучала иглоукалывание, йогу, следила за питанием. Я была вегетарианкой на 40% сыроедом. Но в моей жизни было много стресса. Я переехала, неудачно ушла замуж. Моя мама умерла, что было самым тяжелым для меня. Она умерла от рака. Весь мой мир пошатнулся, но я старалась сохранить позитивный настрой. Я продолжала заниматься йогой, ездила на велосипеде и думала, что все хорошо. Но я не знала, что физически со мной не все в порядке. Головные боли и тошнота. Я ходила к доктору три раза в год. Каждый раз он проводил тесты и говорил, «Ты здорова?» На третий раз я сказала ему, что у меня боли. У меня режущая боль. Болел кишечник, прямая кишка. Он сделал эректоромонскопию. Так я и узнала. Врачи думали, у меня вторая или третья стадия. Первое, что они сделали, отправили меня делать томографию. Томография показала, что рак был в нескольких местах. Даже была задета печень. Была четвертая стадия рака, что было шоком. Я никогда не слышала, чтобы кто-то жил с четвертой стадией рака. История Элизабет потрясла меня, потому что это очень напоминало мою. Она была здорова, работала, занималась йогой, и вроде все было в порядке. Пока однажды ты не просыпаешься с четвертой стадии рака. Задаешься вопросом, это веление судьбы, случайность? Или что-то, о чем нам неизвестно? Я практиковал 35 лет. Лечил много пациентов. Видел многое. Я твердо убежден, болезнь начинается из-за стресса. Понимаете? 90% людей обращаются к докторам из-за стрессовых заболеваний. Они живут на антидепрессантах. Они принимают лекарства. Стресс основан на трех вещах. Физический стресс, несчастный случай, ранение, травма, падение. Химический стресс, бактериальные заболевания, вирус, гормоны, еда, тяжелые металлы, похмелье, уровень сахара в крови. И, наконец, эмоциональный стресс, семейные трагедии, потеря любимых работ или финансов. Все эти вещи влияют на мозг и выводят из баланса. Когда вы ощущаете угрозу, как в старые времена в школе, у нас вырабатывается адреналин. Брось или убегай. Если вас преследуются близзубы тигр, сколько энергии потребуется, чтобы убежать? Надеюсь, вы знаете ответ. Ответ. Мне нужно 100% энергии, чтобы убежать. Тысячи сотни лет назад это было так, потому что от этого буквально зависела ваша жизнь. А сейчас это ваша супруга, босс, аренда квартиры, за которую платить через неделю. Нервная система реагирует на это как на жизненную угрозу. Мозг вырабатывает кортизол, адреналин и норадреналин. Если все время включен режим Борис или убегай, вы мобилизируете свои ресурсы. Из кишечника, системы ликвидации, иммунной системы, высших центров головного мозга. Вы перенаправляете энергию в мышцы, чтобы вороться за жизнь. Это значит, что ваша память не так хороша. Концентрация падает, вы не можете хорошо переваривать пищу. Испавиться от токсинов должным образом. Все время ваша иммунная система хронически находится под угрозой. Насколько эффективно стресс влияет на иммунную систему? Когда доктора хотят транспортировать органы от одного человека к другому, например, транспортировать в почку или легкое, доктор сначала дает пациенту гормоны стресса и только после этого оперирует. Почему? Когда пересаживают чужеродный орган, иммунная система блокирована гормонами. Только так она не отвергает его. Понимаете? К сожалению, в сегодняшнем сумасшедшем мире стрессы 24 в 7 и 365 дней в году. Добрый вечер. Не успели отойти от весенних и летних отпусков, как получили отрезвляющие новости о вирусе Зика. В конечном счете, заболевания и болезни – это единственное, к чему приводит страх. Посмотрите на сегодняшний мир. ИГИЛ, так называемый халифат, под угрозой. Индекс Доу Джонса упал на 260 очков. Новые потери американцев в пенсии – 401 тысяча. В начале я думала, что, может, это какая-то реакция на укус пчел или дерматологическая проблема. После все становилось хуже и хуже. Масштабная вспышка нарывов, на месте укусов. После всего стало распространяться на уши и голову. Я стала все больше бояться и думала, так, возможно, все серьезнее, чем кажется эта аллергическая реакция. Я подумала, что это из-за того, что полтора года назад посреди ночи я проснулась и не смогла пошевелиться. Правая часть моего тела была парализована. Я немного испугалась. Думала, у меня инсульт или что-то такое. Но я начала чувствовать покалывание, и тогда сползла с кровати. С того момента прошло около полутора лет. Когда я стала ходить к дерматологам, неврологам и аллергологам, все они повторяли, это аутоиммунная. Биопсия показывает заболевание соединительной ткани. Мы уверены, аутоиммунная. Выписали лекарства. Но они пугали меня, я не хотела их принимать. Вызывают слепоту, болезнь сердца, тонны и тонны побочных эффектов. Да, разочаровывает, что никто не может помочь. Да, иногда я просто благодарна, что мне не стало хуже. Но в то же время у меня есть жизнь, мне надо работать, воспитывать детей, и у меня есть обязанности. Мне нужно ходить к врачу пять раз в неделю, что вызывает сложности. Тяжело, я постоянно уставшая. Боже, пожалуйста, пусть мама будет здорова. Пусть эти точки уйдут. Я всегда наношу на нее святую воду. Аминь. Моя малышка учится в частной школе и всегда молится. Мама, я помолилась сегодня, чтобы точки исчезли. Я сказала ей, это Келли, она с маминой работой, она сможет мне помочь. И тогда она ответила, видишь, Бог помогает маме. Это так мило, я почти расплакалась. О, Боже. Да, я ей говорю, видишь, некоторым вещам суждено сбыться. Кто бы мог подумать, что что-то случается в твоей жизни просто так, без причины. Удивительно, как работает вселенная. Ева принесла мне контракт на подпись в офисе и извинила из засыпной руке. Тогда я поняла, что в течение трех лет она страдала от непонятного недуга. Именно так я познакомила ее с комплексными практиками, которыми сама занимаюсь. Если они смогут ей помочь, мы увидим, как это работает. И почему. Около трех тысячелетий медицина была основана на работах Декарта, Ньютона и даже Дарвина. Идея состоит в том, что наши симптомы бессмысленны, наше тело машина. Оно состоит из органов с кнопками и рычагами, которые нуждаются в ремонте. И вы живете здесь, на планете, не для какой-то цели, а жить и выживать, пока не умрете. Медицина, основанная на физике Ньютона, рассматривает тело как физическое устройство. И если с ним что-то не так, это следствие проблемы в механизме тела. И это было круто, но только до 1925 года. В 1925 году появилась новая физика, квантовая. Что не имеет значения в квантовой физике? Говорится, что невидимая энергия, которая вокруг тела, не важна. И нет смысла даже говорить об этом, это просто тело. Получается, что наше восприятие того, что является физическим, это иллюзия. Это вовсе не физическое, это все энергия. Если вы посмотрите на любую вашу часть тела под микроскопом, допустим, рука, посмотрите на руку, внутри ее увидите клетки, посмотрите внутрь клеток, получите ДНК в самом центре клетки, внутри ДНК вы видите атом. Посмотрите на атомы, внутри ничего нет. Там протоны, нейтроны, электроны, но что самое удивительное, в атоме 99,99999999% пустоты. Если бы протон был яблоком размером с яблоком, ближайший электрон был бы размером с песчинку соли, на расстоянии приблизительно в 2 километра. Настолько и получим, умножив пи на р в квадрате. Частицы на самом деле возникают в квантовом поле. И вы можете воспринимать их просто как энергетические волны, как вибрации энергии. И это отдаляет вас от мысли, что есть что-то стабильное и постоянное, что можно изменить или вылечить. В чем заключалась сила слова в далекое-далекое время? Невидимая движущая сила, которая влияет на физическую сферу. Квантовая физика относит нас к тому времени, где говорится, что невидимые силы, которые мы обесценили, оказываются первичными, слой, контролирующие все. И я говорю, хорошо, но что они значат? Разум, сознание. Именно поэтому мы возвращаемся к высшей силе, а не к биологии. И понимаем, что есть невидимая энергия нашего разума, которая формирует не только наше тело, но и отношения с миром, в котором мы живем. 2 февраля 2006 года должен был стать последним днем моей жизни. У меня началась лимфома. Четыре года назад с шишки на шее. У меня были опухоли, которые размером с лимон на голове, на шее, под руками, на груди, вплоть до живота. Представляете? Плоть до живота. Я была очень слаба, и мои органы стали отказывать один за одним. И я впала в кому. Доктора сказали моей семье, что идут последние часы моей жизни. Я перешла в мир, где узнала своего покойного отца. Когда я росла, у нас с отцом были неспокойные отношения. У меня всегда было чувство, что я его подвела, и что я никогда не была той дочерью, которую он хотел. Так я оказалась в другом мире вместе со своим отцом, и почувствовала от него чистую, безграничную любовь. Не было никакого осуждения за все, что я сделала. Будто я достигла состояния совершенной и всепоглощающей ясности. В этом состоянии ясности я и поняла, почему заболела раком. Я осознала каждое решение, каждый выбор, который я совершала в жизни, происходило от состояния страха. Теперь я знаю правду. Я поняла, что если я решу вернуться в тело, то исцелюсь, и я помню то ощущение, когда я просыпалась из комы. Через неделю доктора заметили, что опухоли рассасывались быстрее, чем раньше. К концу пятой недели я была физически сильной. Они не могли найти на моем теле и следа от рака, поэтому они отпустили меня домой проживать без рака. История Аниты – самый лучший пример того, на что способна человеческое тело. Она – доказательство, что несмотря ни на что, человеческое тело способно исцеляться и восстанавливаться. Ее взгляды резко изменились. Она смотрела на мир через страх, а теперь через любовь. Ее тело отреагировало на это и исцелилось. Это случайное чудо? Или мы можем изучить, что случилось, чтобы все люди смогли сделать такой шаг? Я изучаю радикальные ремиссии уже 10 лет. Все началось с моей поездки по всему миру, где я проводила интервью с людьми, пережившими радикальные ремиссии. С того момента я начала изучать более полутора тысячи случаев. Я взяла более 250 интервью, и все эти люди были из разных слоев общества. Были случаи радикальной ремиссии каждого типа рака. Рак поджелудочной железы, четвертая стадия рака легких, большая опухоль головного мозга, которые считаются неоперабельными. Люди исцелились от этого. Я обнаружила, что люди пробовали 75 методов, чтобы вылечиться. Но не все использовали все 75. Но когда я все изучила, оказалось, что все люди использовали 9 факторов. Только двое из них были физические. Остальные ментальные, эмоциональные и духовные. Это просто повергло меня в шок. Эти факторы направлены на активацию иммунной системы при помощи ментальной и эмоциональной работы. Конечно, за всем этим скрывается наука. Значит ли это, что мы уже завтра все сможем исцелиться? Нет. Но они заслуживают того, чтобы их изучили. В этом есть что-то невероятное. Я была уверена, что идеальное здоровье – это единственная установка. Так и было до 9 месяцев после родов. Тогда мне поставили мой первый диагноз. Тиреодид хашимото. У меня были такие симптомы – неясная голова, забывчивость, сильная усталость. И я не была похожа на себя. И, конечно, я стала мамой, и легко было пропустить все эти симптомы. Но у меня снова появлялось это ощущение. Я не хочу принимать таблетки всю жизнь. Где выход из этого? Мне нужно было другое решение. Тогда я пошла к натуропату, что на меня вообще не похоже. Я только научилась игнорировать нетрадиционную медицину, как что-то неприятное. Будто это неприятность, в отличие от настоящей медицины. И я пошла туда, потому что знала, что традиционная медицина не поможет мне. У меня не было выхода. Я бы никогда не избавилась от хронической болезни, если бы продолжила ходить к обычному врачу. Конечно, у меня случилась ремиссия уже после 6 месяцев болезни, которая считалась хронической. Прежде всего, это вызвало глубокие подозрения, и я сказала, я никогда не знала, что питание имеет что-то общее со здоровьем. У нас есть система здравоохранения, в которой доктор и страховые компании лечат симптомы. Но никто не ищет корень заболевания, и во многих случаях это не имеет ничего общего с человеком. Они борются с симптомами, прописывают лекарства, которые имеют побочные эффекты. Все перетекает из одного в другое, больше и больше токсичности, больше болезней и плохого состояния организма. Традиционная медицина основана на старом мнении, что причина болезни скрыта в нашей генетике и биохимии. И поэтому фармацевтическая индустрия – это наше спасение. Почему? Потому что она сделает лекарство, которое снова вернет нам здоровье. Оказалось, что все это ложь. Существует несколько систематизированных болезней. По сути, 100% диабета – два типа – не имеют отношения к генетике. Все зависит от образа жизни. 90% и более сердечно-сосудистых заболеваний не имеют ничего общего с систематическими нарушениями, и причиной является стресс. Это значит, что вся медицина не верна? Конечно, нет. Современная медицина творит чудеса с травмами. Если я физически поранюсь, например, попаду в автокатастрофу, и мои внутренности вывалятся наружу, не отправляйте меня к костоправе. Мне не нужен массажист. Гомеопатия тоже не поможет. Мне нужен хирург. Медицина, фармацевтическая промышленность, терапевтические вмешательства. Операции полезны, я бы сказал, на 10% заболеваний. Если у вас хроническое заболевание, неважно какое – рак, болезнь сердца, применяйте целостный подход, который включает все. От разума, организма, эмоций, восстановления энергии до дистанционного лечения и всего, что влияет на разум, организм. С чрезвычайными ситуациями и острыми заболеваниями нам надо поблагодарить Бога за такую прогрессивную и жизненно важную технологию. Но с хроническими заболеваниями такая модель не сработает. Если мы хотим выздороветь, нам нужно добраться до корня болезни. Я хочу поговорить с человеком, который помог тысяче людей добраться до первопричины. Он практикует разные технологии диагностики. Я буду делать так, а ты просто держись. Я думал, что у тебя шумы в сердце, но все выглядит хорошо. Все началось, когда мне было 4, и я проснулся утром и услышал голос, который я называю Духом. Он говорил со мной, как будто это кто-то другой разговаривает со мной, как вы сейчас, или будто слышишь чужой разговор. Сейчас, как и раньше, вечером, вся моя семья сидит за круглым столом вместе. Дух появился и попросил меня встать и выйти из-за стола. Я встал, дошел до своей бабушки, и тут Дух велел положить руку на бабушку. Я сделал это, и Дух сказал, произнеси рак легких. Скажи бабушке, что у нее рак легких. У бабушки рак легких. Спустя пару недель они сводили ее к врачу просто из любопытства. Мы не могли забыть про это, и у нее был рак легких. Вот как все началось. Нижняя часть спины в порядке, но может быть лучше. Ты ходишь к гостоправу? Еженедельно. Еженедельно? Да. Он работает над этим? Да, я чувствую, у меня тут спазм. Да, это диск L3 и L4. Хорошо, правда, хорошо. Мне нравится, потому что ты здорова. Когда у людей что-то серьезное, это разбивает сердце. Как ты переубеждаешь скептиков, которые не верят тебе? Это не проблема. По правде, я не сталкивался со множеством скептиков. Я уверен, что их много. Но когда ты действительно хочешь помогать людям, хочешь дать им ответы, люди страдают от хронических болезней. Ответов нет. Это не просто скепсис. Дело не в нем. Это про человека, которому становится лучше он исцеляется. Это о том, что им нужно. На чем они сфокусированы. Я не фокусируюсь на скептиках. Давайте поговорим о загадочных хронических заболеваниях, которые врачи называют аутоиммунными. Причина, по которой болезнь называют аутоиммунной, они не знают ее причины. Вот что происходит. Посмотрите на псориаз и экзему. Причина неизвестна. Рассеянный склероз. Причина неизвестна. Фибромиалгия. Причина неизвестна. Ревматоидный артрит. Причина неизвестна. Что происходит там, где есть патология? Что-то, что вызывает проблему. Токсины или патогены. Все это вызывает симптомы. Организм пытается защитить себя. Ключ избавления от всего этого в знании. Умение использовать травы и определенные продукты. Самое важное – еда. Чувство голода. Совмещать лечение токсинов и патогенов с диетой и травами этого я не понимаю. Обратитесь к природе. Воспринимайте еду как лекарство. Вот чем успешно обходились древние цивилизации на протяжении тысячи лет. Когда я приведу в порядок режим питания, будет положительный эффект не только на физическое здоровье. Ментальное здоровье было в плохом состоянии. Поэтому я решила, что Еве будет хорошо начать с диетолога. У Евы было много симптомов. Когда я посмотрел на анализ крови в лаборатории, я увидел, что у нее хроническое воспаление. У нас в организме триллион бактерий. Хороших микробов больше. А число бактерий превышает число клеток в организме. Большинство бактерий живут в кишечнике. Микробиомы — это как маленькая вселенная внутри кишечника. Она очищает, поддерживает иммунитет, создает витамины и выводит патогены из нашего организма. Так что если микробиомы будут убиты по разным причинам, в основном из-за плохой диеты, стресса, лекарств, так вы убиваете микробиомы, и стенка кишечника травмируется. Если вы повредите стенку, в ней образуются дыры. Все ненужное будет попадать в кровь и распространяться по всему телу. Задача избавиться от этого. Нужно удалить посторонние вещи, поправить диету и исцелиться. На этой неделе мы начнем с диеты. Вся диета, основанная на растениях, это необработанная растительная продукция. Что это значит? Это значит, что овощи и фрукты, цельные зерна и бобовые, богаты питательными веществами. Если вы хотите повысить иммунитет, уберите из своей жизни все вредное. Вы исцелитесь быстрее, чем разовьется болезнь. И в этом красота исцеления. За последние десятилетия или даже больше объем исследований в научных журналах показывает, что без сомнения существует связь между телом и разумом. Размышления, вера, эмоции, все это вносит существенные химические, физические и биологические изменения в организм. Мне нравится, какой путь мы прошли от какой-то эзотерики до связи ума и тела с фактическими научными доказательствами. У меня ученая степень по органической химии, которая не имеет ничего общего с органическими продуктами. Органическая химия похожа на игру ребенка в лего, только с атомами. Такие люди, как я, оказываются в фармацевтической индустрии. Я работал в одной из крупнейших фармацевтических компаний, которая занималась лекарствами от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Мне нравилось то, что я делал, мне нравилась наука. Но что впечатляло меня больше, это то, что происходит, когда ты тестируешь лекарства. Итак, испытания. Вы должны дать лекарства 100 людям и посмотреть, как оно работает. Еще сотни. Вы делаете плацебо для сравнительного анализа, и, возможно, 75 станет лучше от лекарств. Но часто 45, 50, 60, 70, 74 и 75 людям, принимающим плацебо, тоже станет лучше, потому что они думали, что принимают лекарства. И ты думаешь, что ничего себе, это потрясающе. То, что мы видим, как вера побеждает биологию, и я уверен, в медицинских университетах этому не учат. Как такое возможно, что ты делаешь таблетку из сахара, вводишь в физраствор или выполняешь ложную операцию, и определенный процент людей принимают это, верят в это и думают, что их действительно лечат. Под этой силой вегетативная нервная система вырабатывает собственные лекарства, которые повоздействуют такие же, как химические таблетки, которые они принимают. Вопрос в инертном веществе, который исцеляет. Или это телу присуще исцелению? Все знают о эффекте плацебо, возможностях позитивного мышления. Самый главный вопрос, в чем последствия негативного мышления? Загадайтесь. Это такая же мощная сила, которая работает в противоположном направлении. Если плацебо позитивное мышление, вы можете вылечиться от чего угодно. Нацебо негативное мышление на самом деле может вызвать болезнь и даже смерть, если вы в это верите. Мы слишком доверяем людям в белых халатах. Помню, как однажды кто-то пришел ко мне и постоянно плакал, потому что получил ужасный диагноз и прогноз. Доктор сказал то, доктор сказал это, а я ответил, подождите, я сейчас приду. Я вышел из комнаты, надел белый халат и прицепил бейдж доктора Майкла Бэкфитт. Я зашел и сказал, здравствуйте, я доктор Майкл Бэкфитт и хочу вам сказать, что ваша жизнь станет лучше и лучше. Вскоре вы оправитесь от ужасных привычек, которые были с вами на протяжении многих лет. Вы разрушите этот цикл плохих привычек и увидите изменения вашего организма. Почувствуйте, как наполнитесь чувством удовлетворения. Затем я написал рецепт, каждый день говорите себе это. Я хочу, чтобы вы прочли это и ели это. Приходите ко мне снова через 30 дней и расскажите о своем самочувствии. Она больше не плакала, а смеялась, потому что она осознала, что просто потеряла свою силу. Это не значит, что не нужно ходить к доктору, и не значит, что не нужно следовать медицинским советам. Но если вы доберете себя другому, вы дважды становитесь жертвой. Жертвой обстоятельств и диагнозов, жертвой авторитета, который говорит вам, что будет в вашей жизни. Верьте в диагнозы. Вы хоть можете что-то с этим сделать, но не верьте прогнозам. Прогнозы — это, когда вам говорят, вам осталось 6-3 месяца, или 60% людей умирает через 6 месяцев. Это, как говорить прогноз погоды. Не знаешь средней температуры за год. Если вы живете в Нью-Йорке, средняя температура 75 по Фаренгейту, но это не говорит о том, какая температура сейчас на улице. Статистика безлична, а вы человек, и никто не может знать, что вы можете делать и куда идете. Если кто-то говорит, есть всего 1% людей, которые излечиваются от такого рака, кто-то же составляет этот 1%. Почему не вы? Людям важно понять, когда им говорят диагнозы, они становятся их жертвами, не принимают во внимание, что есть и другие точки зрения. Возможно, не понимают, что им придется сделать что-то по-другому, что они могут сделать собственный выбор, что им, возможно, придется пройти через определенные условия и выйти за органичное мышление. Люди могут осознать, что это, возможно, больше возможности открывается в результате личностных изменений. Именно тогда вы начинаете видеть, что магические вещи появляются в жизни человека. Когда врачи сообщили вам диагноз и прогноз, они пытались склонить вас к химиотерапии? Да, я не собиралась этого делать, потому что занималась игноукалыванием, а значит, веря в природную медицину и природное исцеление. Я была везде, где практиковалась природное исцеление с соками и всякими вещами. У меня есть брат, он ученый, я всегда ценила его мнение, и он сказал мне, «Лизия, всю свою жизнь ты пьешь эти соки, и они не спасут твою жизнь, у тебя рак четвертой степени, тебе нужно что-то с этим делать». Мне все же понадобилось еще полтора месяца, потому что я не хотела делать химию. В итоге люди настояли и привели меня сделать химию. А после я занялась духовным исцелением. Мои друзья организовали сбор средств, который прошел довольно быстро, потому что люди говорили, «Боже, если у Элизабет Крейг рак, то мы все умрем». Они собирали для меня деньги, а я ходила ко всем нетрадиционным целителям, которых смогла найти. Я думала, что ничего не остается, как рассказать людям о своем опыте. Кто-то может чему-то научиться. Диана Порше, одна из тех людей, к которым я обратилась, она духовный психолог. Исцеление в Табанге. Главная причина, по которой я обратилась, умереть, не испытывая страх. Они сказали, что не очень хорошо бояться умереть. Этот страх, паника, беспокоенность и тревога. Но в процессе я стала ощущать чудеса. Сначала мы собрались все вместе, и это был день, когда она начала химию. Мы не знали, что она придет с устройством на груди. Это был большой первый шаг в излечении от рака. Они говорили, что это коктейль. В маленьком пакете был метамидцин, который попал ко мне в организм через специальное устройство. Очень страшно думать, что что-то вторгается в твой организм. Принимать страшные лекарства и как-то с этим мириться. Некоторые устанавливают его на руке в верхней части. Диана продолжала работать со мной, а я говорила, это лечение. Это поможет исцелиться, это хорошо для тебя. Это все меняет. Мы должны относиться к этому как к целенаправленной терапии. Видите, это маленькая армия солдат, которые атакуют раковые клетки. Они останавливают все неповрежденные клетки, потому что организм хочет прийти в баланс. Вперед! Это маленький пакет химиотерапии, я называла химическим мечом. Химическим мечом, понятно? Диана помогла изменить мое отношение к этому, что это лекарство, а не яд. Сила веры в том, что это все, что есть. Во что вы верите и что думаете в данный момент может подсказать вашей иммунной системе остановиться и не работать, потому что мы бежим от стресса. И почему бы нам просто не расслабиться? Если есть что-то, что нужно убрать, то просто уберите это и все. Вы боретесь или убегаете, либо отдыхаете и исцеляетесь. Сделайте выбор. Вера — это все. В 68-м году я изучал клонирование стволовых клеток. Тогда мало кто знал, что это такое. Я был в нужное время в нужном месте, чтобы совершить интересные открытия. Я разместил клетку в естественную среду, и она делилась каждые 10-12 часов. Сначала одна, потом две, четыре и так далее. Тогда у меня получилось 50 тысяч одинаковых клеток. Но это еще не эксперимент. Я разделил клетки по трем чашкам Петри и химически изменил питательную среду. Питательная среда — это кровь. Если я захочу вырастить клетки мыши, посмотрю на кровь мыши, посмотрю, из чего она состоит, и постараюсь сделать синтетическую версию такой среды. Вот в чем дело. Генетически идентичные клетки на трех чашках, но в разной химической среде. В первом клетки из мышц, во втором клетки из кости, а в третьем из жира. Вопрос, что контролирует судьбу клеток? Ответ, дело в том, что все они генетически идентичны. Среда — вот что генетически выбирает активность клеток. люди с той же ДНК и одинаковой предрасположенностью к болезни. Один может заболеть, другой нет. Один может выздороветь, другой нет. Все потому, что они оптимизируют окружающие факторы, которые контролируют генетическую активность и эпигенетику. природа биологии проста. Биологический организм адаптируется к окружающей среде. Скажем, я ищу активность клетки печени в организме, и вот что я скажу. Клетки печени должны адаптироваться к окружающей среде. И как клетки печени понимают, что происходит в окружающей среде? Вот ответ. Клетки печени не контактируют с окружающей средой. Все зависит от нервной системы, которая подает информацию об окружающей среде внутри организма. Так клетки адаптируются к биологии, понимают, что происходит в мире. У нас только одна проблема. Сознание это интерпретация. Мой мозг интерпретирует окружающую среду. Если я изменю восприятие мозга, взгляды на жизнь, я изменю сигналы, которые адаптируются к функции клеток. Суть очень важна. Благодаря своей способности я меняю среду и свою способность менять восприятие окружающей среды и контролирую генетическую деятельность. Я не жертва наследственности, я сам управляю генетикой. Сознание кроется в понимании среды и ее восприятии, а разум существует между средой и клетками. Когда я говорю про разум, все думают о мозге, как о едином органе. Мозг состоит из двух независимых частей, которые работают вместе. Это сознание и подсознание. Сознание — последний этап эволюции мозга, творческий ум. Когда сознание думает, подсознание является программой по умолчанию, как автопилот. Так сознание вовлечено в процесс, но подсознание выполняет все, что я делаю. Хожу, вожу машину, общаюсь с другим человеком. Мне не нужно сознание для этого. У меня уже есть программы, как выполнять эти вещи. Когда я смотрю на мир, я использую подсознание. Программы в подсознании связаны с поведением других людей. Твоя мама, твой папа, твои братья и сестры, твое общество в первые семь лет жизни. По сути, мы как губка для всего мира. Поглощаем людей, с которыми мы общаемся, и людей, которыми мы окружены. Если у нас были воспитатели, которые научились управлять своими эмоциями, исцеляться здоровым образом, то это очень хорошо. Я знаю очень мало людей, кто был воспитан в таких семьях. представим, что мы растем в среде, где есть травмы, алкоголизм, семейные конфликты, нездоровые отношения. У нас нет инструментов, чтобы справиться с такими эмоциями. Они остаются в памяти не полностью сформированными. мы заканчиваем тем, что видим мир вокруг, будто нам четыре среда, так же конфликтно, в ней есть травмы и мы их фильтруем и, следовательно, снова и снова воспринимаем цвета, звуки, запахи, вкусы, чувства и реагируем так, будто это происходит впервые. Вы не можете обмануть подсознание, как будто пытаетесь убежать от тени. Вам нужно повернуться к нему лицом, и вы должны увидеть проблему и понять, что все эти симптомы и стресс имеют смысл. Они могут вас разбудить. Я ходила дважды неделю. Мой брат возил меня на сеансы. Самое смешное, что каждый раз после первых сеансов, нет, я бы сказала, после каждого сеанса. Я думала, не представляю, что скажу. Думаю, все в порядке, не знаю, хорошо, просто поговорим. И после она делала упражнения или какие-то вещи, что-то появлялось из прошлого, что-то, что я сама никогда бы не вспомнила. Психотерапия, или вы сами никогда не смогли бы добиться такого. Прости и забудь все прошлое наполнены радостью и любовью. Стань лучше. Работая с Дианой, мы начали прорабатывать чувства, обиды, печаль, страх, рак и вещи, которые были глубоко внутри, о которых я не подозревала, будто бы старые вещи, которые ты не помнишь. Почему это ты? Она будто забирает, что ей дают и не просит большего. Ей будет легче. Элизабет нашла время в своей жизни, когда она чувствовала себя жалко. Произошел случай, все дети должны были что-то принести в школу. Она принесла крекеры. Это все, что она могла принести. Дети смеялись над ней. Поэтому она просто согласилась с тем, что она жалкая, и принесла это с собой через много лет. Во взрослом возрасте, даже не понимая и не осознавая этого. Она нанесла эту установку в свои отношения, в свою жизнь. Просите присутствия духа. Инструменты исцеления могут включать в себя внутреннюю работу по детству, агрессии. Да, сейчас я поняла, я зла, сейчас я очень зла. Именно так начинается работа над гневом. На сеансе мы расправляемся с гневом. Сейчас мы пойдем на другую сторону холма и будем кидать камни. Кидай эти камни так сильно, как только сможешь. Вложи туда всю агрессию. Я не знала, что у меня такое негативное мышление. Я думала, что оно другое, пока не начался рак, такой стиль жизни, то, что я не хочу быть грузом. Мне легче дарить любовь, а не просить ее. Для меня важно научиться просить помощи и научиться общаться. Да, общаться. Есть такая тенденция у людей, которые заболевают, что они сделали что-то не так. Но если мы не знаем о негативном сознании и убеждениях, которые управляют нашими жизнями, то мы не можем винить себя за болезнь. Если мы остаемся в страхе и сопротивлении, мы не только тратим энергию, которая способна нас вылечить, но мы закрыты к информации и возможностям. Если вместо этого мы спросим себя, что боль пытается нам сказать, то осознание поможет нам найти ответы. С самого детства я всегда был увлечен здоровьем, хорошим самочувствием, быть лучшей версией из себя. Этому всегда было место в моей жизни. Даже в старших классах и колледже я столкнулся с Айурведой 16 или 17 лет назад. Я сидел и думал, наконец-то кто-то знает, о чем они говорят. Основной закон это сампрамти. Одна из моих любимых частей это то, что называется сампрамти. Это на санскрите. Там описываются процессы появления болезни. Существует шесть шагов. Когда я это услышал, то все показалось таким красивым и понятным. Первый шаг накопление. Мы накапливаем слишком много энергии, как мы называем Доша. Это значит много пламени, много воздуха, много земли или воды в вашей системе. Например, пламя. Если скопится много пламени в системе, время от времени будет появляться такой симптом, как отрыжка. Ничего страшного. Но это знак, что есть перегрев в системе. Следующий шаг ухудшение. Начнется ухудшение системы, поэтому отрыжка становится похожа на изжогу. Не позволяй, еде, которую ты ешь в течение дня, мочить тебя всю ночь. Слово, никаких проблем. В наше время есть решение, прими прелосек, нексиум или что-то другое. Вы не разбираетесь с тем, почему случился дисбаланс, потому что это нормально иметь изжогу. Следующий шаг распространения. Теперь избыток тепла находится в системе, он все еще там, потому что человек продолжает есть много острой пищи, пить алкоголь, он нагревал систему, и тепло стало распространяться. Четвертый шаг размещение. Избыток тепла накапливается и находит слабую точку в системе, где мы потеряли целостность. Давайте представим, что мы говорим о футболисте в старшей школе, возможно он получил много ударов в коленах, его колено повреждено, это идеальное место для избыточного тепла в системе организма. Со временем все прогрессирует, и теперь это уже артрит. Так зарождается болезнь, и на шестом шаге она разрастется. Фактически болезнь меняет структуру ткани, и возможно все перейдет в ревматоидный артрит. Красота этой системы в понимании всех шести шагов. Если вы захотите защититься от болезни, что нужно предотвратить? Избыточное накопление. Предотвратить накопление. Где происходит сильное накопление? Прямо здесь. Теперь вы понимаете, что процесс болезни относится к физиологии и к психологии. Перед сегодняшней встречей мы переписывали о вещах, к которым вы хотите приблизиться. Почему вы думаете, что сейчас самое время для этого? Я думаю, что физический аспект заставляет меня осознавать, что возможно есть что-то большее, чем просто физическая болезнь. эмоции в прошлом могли как-то повлиять на меня. Мы боимся, когда еще не сели в самолет. И есть физический ответ тому, что происходит эмоционально. Например, потные ладони, учащенное сердцебиение — это физический ответ на что-то эмоциональное. Представьте, что каждый день вы перекрываете эти эмоции и им просто нет выхода, пока они не начинают накапливаться. Они накапливаются, 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 пока не начинается болезнь. Мысль в том, что эмоциональный блок приводит к физическому. Главное осознать, что он есть и начать с этим работать. Некоторые идут на курсы зумбы, другие отправляются к шаману на поиск души, пересекают границы. Одни отправляются к психотерапевту, другие сжигают все письма бывшего мужа. Действительно, это работает. Неважно, чем вы занимаетесь, если пытаетесь освободиться от злости. Отпустите обиду, горе или травму. Особенно травма, которая заперта внутри вашего мозга. подсознание. Мы проведем технику эмоционального освобождения. Мы уже говорили об этом, потребовалось время, чтобы добраться до эмоций, потому что вы отрицаете их и убеждаете себя, что все хорошо. и мы сделали заметки. Эмоциональная свобода способна добраться туда. Она способна добраться до вещей, которые мы подавляем и способна достать их. Я боюсь неизвестности. Я боюсь неизвестности. Я боюсь того, что знаю. И чего я не знаю. И чего не знаю. Я боюсь того, что знаю. Я боюсь того, что знаю. И чего не знаю. Я боюсь того, что знаю. Я боюсь того, что знаю. И чего не знаю. И чего не знаю. Я боюсь, что может случиться. Я боюсь, что может случиться. Когда есть эмоции в нашем сердце, они отправляют сигналы мозгу. И в зависимости от качества этих сигналов, мозг определяет, как он реагирует на эти эмоции. Представьте эти сигналы от сердца к мозгу. Это очень плавная, ровная серия волн. Здесь можно употребить сермин последовательный. Волны идут прямо от сердца к мозгу. Мозг отвлекается и на химию. И он впустит химию, которая поддерживает жизнь в наших телах, где наша иммунная система становится сильной. Она отвлекается на это. С другой стороны, химический стресс, когда мы испытываем разочарование, злость, ненависть, зависть, ярость, страх. Сигналы разные, будто плохой день на фондовой бирже. Много их хаотичных, неровных волн приходят от сердца к мозгу. И он получает эти волны. Мне нужно совместить эту химию. Это химический стресс. Когда мы находимся в стрессе, наше энергетическое поле в состоянии сопротивления, поэтому ее работает полиграф. Мы можем это прочесть. В такой энергии наша кровь под влиянием, и она идет по организму неэффективно. Кровь нагревает и охлаждает. Когда мы в стрессе, состояние сопротивления влияет на РН и становится более кислотным. Вот что происходит, когда вы в стрессе. При локализованной или системной кислотности возникает воспаление. Это реактивный способ прокачки крови, чтобы помочь восстановиться. Однако мы начинаем спускаться по Скольскому склону, потому что воспаление – это огонь. Огонь, который начинает сжигать наш дом. Есть вещи, которые нарастают? Да, возможно. Они растут, растут, растут и вырываются наружу. Вещи, которые ты стараешься не замечать? Да. Что с твоей мамой? Ты упомянула ее в письме. Я не могу вспоминать. Ты можешь вспомнить, это шанс. Мы отстранились друг от друга и не разговариваем. Это случилось примерно 10 лет назад. Может, больше. Она болеет? Психически? Да, я бы так сказала. Она принимала валюмы, много чего наделала. На протяжении многих лет, я думаю, это очень повлияло на нее. Тебе нужно было платить за аренду, но нужно делать все это с раннего возраста, третий или четвертый класс. Много ответственности для маленького ребенка. Я начала водить рано, чтобы отвозить ее на работу и обратно. Гладить форму на работу, много чего делать. Как будто ты мама своей мамы. Да, так и было. А твой папа? Он не смог всего этого вынести и ушел от нас. Мне было 11. Он ушел и больше не возвращался. С тех пор ты его не видела? Нет. Готово. Глубоко вдохни. Она много на себя взяла. Но все равно выполняла. Я искренне и серьезно. Посылаю любовь девочке. Хотя... Она много на себя взяла. Но все равно выполняла. Я искренне и серьезно посылаю любовь девочке. Хотя она много на себя взяла, но все равно выполняла. Я искренне и серьезно посылаю любовь. Она много на себя взяла. Это была большая ноша. Кто бы это сделал? Кто бы это сделал? Он ушел. Он ушел. Я не дала слабину. Потому что любила. Любила ее. Я не могла бросить ее. Я не могла бросить ее. Глубокий вздох. Как себя чувствуешь? Хорошо. Что чувствуешь по поводу нее? У каждого настоящего духовного пути есть упоминание или учение о прощении. Я всегда говорю, чтобы простить, нужно простить себя. Потому что испытываешь недовольство по отношению к другому, обиду или злобу. Все эти мысли приходили ко мне. Даже если кто-то поступил неправильно, у меня были такие мысли. Они затрагивали меня, затрагивали мой храм, тело. Они затрагивали химию в моей крови, затрагивали все. Когда я научился прощать другого человека, я освободил злобу, негодование, вражду. Я освобождаюсь от обид. Так я прощаю себя. Не обязательно прощать человека за то, что он сделал или не сделал. Что он должен был сделать или не должен, это не имеет к нему отношения. Это имеет отношение к вам. Главное в прощении, когда дело доходит до эмоций, это отпустить ситуацию. Ненависть к родителям, осуждение коллег, плохое отношение к супругу. Отпустите внутреннее осуждение и образ жизни жертвы. Если вы это отпустите и поймете, что жизнь за вас, а не против, тогда вы получите исцеление. Теперь вы имеете представление о том, как травмы, негативные эмоции и подсознательные убеждения ведут к болезни, на что нам нужно обращать внимание при исцелении. Но что насчет детей, которые рождаются уже больными или заболевают в раннем возрасте? Конечно, их состояние не может быть результата накопления стресса, травмы или ограниченных убеждений. Почему они болеют? Когда люди спрашивают меня, что насчет детей? Детей, маленьких детей, которые приходят в этот мир такими, как возможно, что это из-за подсознания? Очень легкий ответ. Мы просто не знаем. Нужно быть честными и сказать, что каждый человек, приходящий в этот мир, появляется из другого мира. И мы понятия не имеем о том, что там происходит. Там проходим через границы науки и духовности. Мир – это карма. Предназначение или судьба – мы не знаем этого. Вот что я точно знаю. Как только этот прекрасный ребенок рождается, его организм, сущности ДНК, будут реагировать на окружающую среду и условия, которые ему мы даем. Наша задача – создать лучшие условия и окружающую среду. Люди приходят на эту планету, и многие из них приходят, потому что знают, что придется пройти через испытания. И они приближаются к уровню осознания этого вида. Но мы не смотрим на них так. Этот человек рожден с этой болезнью, а этот человек с другой болезнью. Что не так? Многие из людей приходят с особым даром. С другой стороны, сегодня ребенок рождается в такой токсичной среде, какой никогда не было. Всемирная организация здравоохранения определила загрязнение воздуха как канцерогенное. Например, когда мы видим столько больных раком, мы точно знаем, что это не тайна. Мы знаем, откуда это идет. Все дело в химических продуктах, загрязненном воздухе и химических веществ в земле. Это сотворило сознание человека? Абсолютно точно. Но не обязательно это сознание человека, который заболел этой болезнью. Если вы обращаетесь к земле с почтением, допустите ли вы такого уровня загрязняющих веществ, которые допустили мы? А если вы действительно думаете о детях с почтением и великой ответственностью к будущему поколению? Допустите ли вы такое? Общество ставит на первое место экономику, а не гуманные принципы. Любовь к земле, любовь друг к другу и детям. Вы получаете то, что даете. Представьте на секунду, что выпить таблетку перед сном стоит 13,5 баксов. А теперь представьте, что вы просыпаетесь и обнаруживаете, что та же самая таблетка теперь стоит 750 баксов. Вот что случилось с одной таблеткой. К нам присоединилась Майя Террел и мужчина, который в ответе за такой скачок цены. Спасибо, Брайан Мартиншкрелли, директор Тьюринг Фармацитикал с биржи NASDAQ. Спасибо, что присоединились. Вы утверждаете, что причина повышения цены после приобретения препарата обусловлена исследованием и развитием лучшей версии Дара Прима. Только что разговаривала с врачом по речи. Он сказал, что препарат не нуждается в улучшении. Тогда зачем? Мы тратим больше денег на здравоохранение, чем кто-либо в мире. И у нас одна из худших статистик по здоровью в мире. Вот в чем проблема. Фармацевтическая промышленность — это корпоративная индустрия. А что такое корпорация? Это система, куда люди инвестируют деньги и извлекают прибыль. Я вошел в индустрию фармацевтики, когда был молодым ученым. Я хотел вылечить рак. Оказалось, что большинство моих друзей и коллег в фармацевтической индустрии все ученые хотели найти лекарства от рака, хотели спасать жизнь. Только когда получаете повышение в компании, цели начинают меняться. Мартин, спасибо, что вы с нами. Остался последний вопрос. В ответ на это внимание со стороны врачей и пациентов, у которых нет доступа по лекарству, вы собираетесь снизить цену? Нет. Таким образом, изучив фармацевтические продукты, я начала замечать тенденцию. Нам говорят, что есть проблема. А этой проблемы на самом деле не существует. По крайней мере, не в таком виде, как нам сказали. После нам предлагают продукт, основанный на страхе, вызванный осознанием этой проблемы. Солим. Раньше он приветствовал вас как друга, а после стал неуловимым. Почему? Когда вы страдаете бессонницей, это влияет на нейротрансмиттеры в мозге, что приводит к нарушению сигналов бодрствования и сна. И если вы покопаетесь в литературе, вы найдете, что продукт, который говорит, что решит проблему, на самом деле препятствует ее решению. Временная неспособность двигаться во время засыпания и пробуждения. Также и временная слабость ног. У пациентов, страдающих депрессией, наблюдаются ухудшения и даже самоубийства. Алкоголь может повысить эти риски. Побочные эффекты и сонливость на следующий день. Фармацевтическая индустрия смотрит на цель и хочет ее исправить. Она игнорирует тот факт, что если ты принимаешь лекарства, есть много взаимодействий с лекарственными средствами, которые дают не побочные эффекты, а прямые последствия. Мы должны смотреть на эффективность этих лекарств. Как они на самом деле работают? Стоят ли риски того? И действительно, это важнее, потому что у нас есть множество доказательств. Предполагается, что эти препараты не лучше, чем плацебо. Плацебо, конечно, не несет такие же риски. Возникает большой вопрос, что вы получаете, когда хотите убрать симптомы таким образом? Одна из моих любимых историй про гусеницу в куколке. Она изо всех сил выбирается через маленькую дырочку в куколке. И проходящий мимо мужчина пожалел гусеницу, которая пытается выбраться. Он взял ножницы и разрезал куколку. И там была гусеница, которая превратилась в бабочку. Она умерла и не смогла летать, потому что ей было нужно пройти через этот процесс борьбы и страдать. Буквально. Это физически необходимо, чтобы проявить себя. Я следую предписаниям доктора Эмерсона. В питании? Да, это мне очень помогает. Мы отлично поддерживаем связь, несмотря на то, что он на Гавайях. Это потрясающе. Всего 8 недель. Как вы занимаетесь по этой программе, это феноменально. Были две последние вспышки, как только я начала следить за питанием, прошли боли в суставах. Это проблема. Я не могла подняться и спуститься по лестнице в спальню, и приходилось оставаться спать на первом этаже. Вот мы и добрались. Идем к доктору Томпсону и попробуем звуковое исцеление. Я устанавливаю датчики на запястье. Они держатся на месте. Сейчас эти датчики подключаются к этому ноутбуку. Получил маленький датчик. Он собирает электрическую информацию из сердца. Звук доходит в правильный диапазон ее тела. Мы увидим, как реагирует нервная система. И когда это произойдет, я сделаю в программе контрольную метку. Так я смогу определить, какую частоту нам использовать. Мы используем точно настроенные звуковые частоты для исцеления. Моя инновация в том, что я подвергаю организм точно настроенным звуковым волнам, пока не нахожу звуковую волну в симпатическом отделе, которая заставляет нервную систему надавить на датчик. Вот так. Это здесь. Подобрались близко. Это прямо здесь. Но мы ищем ноль. Нулевой стресс в вегеативной нервной системе или гомеостазинс. Обычно я жду, что будет выглядеть так. Он идет вниз, попадает в точку. После спускается в парасимпатический отдел, где зеленый. Но у нее не так. Она достигается точки и возвращается назад. Это ответ на стресс. Это значит, что у нее состояние хронического стресса уже долгое время. И когда она начинает реагировать на звуковые волны, он переключает датчик. Потребовалось немного времени, чтобы он добрался туда. Но как только он доберется, он не сможет пересечь границу и перейти в фазу отдыха. Вот за что отвечает парасимпатическая нервная система – за фазу отдыха. Потому что ее нервная система до сих пор обеспокоена и не может до конца отпустить. Люди спрашивают, что вы можете этим лечить? Мой ответ – все, что вызывает стресс. А насколько мне известно, это почти все. Да, почти все. Добро пожаловать назад. Ничего себе. Первое, что все говорят – «Ничего себе». Хорошо, можешь идти. Доктор Томпсон показал, что у Евы постоянное состояние стресса. Даже когда она расслаблена, ей сложно переключиться на парасимпатическую нервную систему. Это необходимо, чтобы исцелиться. Это доказывает, что если вы хотите исцелиться, нужно работать на разных уровнях. Когда дело доходит до стресса, инструмент, изменивший мою жизнь и миллионы других – медитация. Медитация существует тысячелетия. Мозг постоянно думает, говорит нам, чего нужно бояться, всякие ограничивающие мысли. Мозг чудесен, когда мы используем его как инструмент. Но он не так хорош, когда отдает приказы. Самое первое исследование медитации провел мой наставник, доктор Герберт Бенсон. Он говорил, что медитация отключает борьбу, агрессивную реакцию, реакцию страха и стимулирует парасимпатику или расслабляет нервную систему в организме. Вот что такое исцеление. На самом важном уровне медитация освобождает от стресса. Когда вы просыпаетесь утром, вы идете принимать душ, потому что не хотите носить на себе вчерашнюю грязь весь день. Но когда вы просыпаетесь и сразу же включаете телевизор, радио, компьютер, достаете газету, то забираете стресс всего мира. Я очищаю тело, но мозг носит в себе столько стресса. Именно поэтому я медитирую по утрам. Это также важно, как принимать душ, очищать мозг, очищать свое сознание. Существует много видов медитации. Медитации, которые направлены на саморефлексию. Вы сидите в тишине и спрашиваете себя, кто я? Медитации, которые направлены на самоанализ, в которых под сомнение попадают ваши убеждения. И третья форма медитации в наши дни называется ужасным словом. Осознанность. Потому что когда занимаешься практикой осознанности, ты не используешь свой мозг. Осознание мысли — это не мысль. И, наконец, трансэндептность, которая обычно используется такая техника, как мантра. Мантра — это своего рода звук, который соревнуется с вашими мыслями. В конечном счете она приведет вас туда, где нет ни мыслей, ни мантры. Вы остаетесь с осознанием. Если мы будем практиковать такие техники, мы соприкоснемся с ядром существования или ядром сознания, которое в духовных традициях называется душой. Ваш гипофиз делает удивительные вещи, когда вы занимаетесь медитацией. Он освобождает окситоцин, допамин, релаксин, серотонин и эндорфины. Когда вы совершаете такую духовную связь, ваш организм делает лучшее, что может. На самом деле, этот внутренний процесс мы можем включать, будто свет. Мы можем повернуть в себе жизненные силы, если найдем на это время. Не обязательно сидеть или молиться, можно гулять в парке и медитировать. Нужно только, чтобы ваш разум был в спокойствии, дыхание было медленным. Нужно чувствовать непоколебимый мир. Недавно мы провели удивительное исследование на предварительном семинаре. Мы собрали 120 человек и хотели измерить уровень кортизола. Химики называют это иммуноглобулином класса А или ИГА. Мы провели с ними 4,5 дня, тренируясь, и к концу этих дней мы измерили, были ли какие-то эпигенетические или химические изменения, которые произошли внутри организма. Мы обнаружили, что у большинства людей уровень кортизола уменьшился. Это значит, они больше не выживают и больше не испытывают стресс. Но самое важное, что случилось, уровень ИГА поднялся от 51,5 до 83, почти до высокой нормы. У некоторых уровень поднялся до 100. Сейчас ИГА – главная защита от бактерий и вирусов. Это лучше, чем прививка от гриппа. Лучшая часть медитации – то, что она бесплатная. Вы можете заниматься где угодно и когда удобно. Просто успокойте ум и освободитесь от ментального багажа. Но мозг не всегда плох. Вы можете использовать воображение через визуализацию, активировать силу исцеления. Что, если я скажу вам сделать легкое упражнение по воображению? Идите к холодильнику и откройте его. Найдите лимон, возьмите его, положите на доску и разрежьте, посмотрите на него. Сок стекает. Попробуйте его. Ваши слюны и железы просто сошли с ума. А все происходит в вашем воображении. Не возникает вопросов о том, что на физиологию влияет то, что мы представляем. На протяжении нескольких лет я собирал истории и свидетельства. Брал интервью нескольких тысяч людей, которые пользовались воображением во время исцеления. Удивительно, но около 99% из них берут картинку болезни и переворачивают ее в картинку здоровья. Они просто повторяли это снова и снова. Я приведу вам несколько примеров, как это происходит. Даже те люди, которым проводят химиотерапию, представляют будто лекарство или пираньи, атакующие опухоль. И они видят, как опухоль становится меньше и меньше и меньше, пока не исчезает. В радиотерапии люди представляют, что на радиации это удар молнии, отрывающий куски от опухоли. И опять же, опухоль уменьшается, пока не исчезает. К концу лечения я была очень слаба. Диана позвонила и спросила, придешь на занятия? Я ответила, не знаю, я даже не могу встать. Я просто долго лежала и не могла встать. Она приехала сама, чтобы провести занятия. Когда она зашла, я вся дрожала. Она сказала, кажется, у тебя жар. Она дала мне термометр, он показывал 39,7. Она сказала, надо везти тебя в больницу. Она отвезла меня, пока мы ехали. Жар все усиливался. Меня привезли в неотложку и давали антибиотики. Один за одним, но ничего не помогало. Помню, как стучало мое сердце, будто я слышала воду и воздух. Очень громко. Жар поднимался, и я думала, наверное, это конец. Когда я проснулась, мой брат стоял за стеклом с ноутбуком и говорил мне, они молятся за тебя. Он создал группу на Фейсбуке, где было больше сотни людей. После этого я пришла в себя. Очень хорошо. Как моя молитва, моя медитация, как мысли о хорошем, о благодарности и признательности могут так повлиять на исцеление другого человека, будь это в той же комнате или через полмира? Ответ в том, что все мы сильно связаны друг с другом феноменом, известным как переплетенность. Это физический термин, который говорит, что когда что-то начинается как целое, даже если оно разделено многими милями или световыми годами, все равно находит друг друга в космосе и соединяется энергетически. Почему это так важно? Потому что можно взглянуть назад. Был момент, когда вы, я и Земля все было соединено, пока не случился большой взрыв, большой всплеск энергии. Когда это случилось, частицы физически разделились, но остались соединены энергетически. Мы часть этой планеты и часть друг друга. И это наделяет вас и меня силой лечить наши тела и тех, кого мы любим, способом, которые наука только начала понимать. Переплетенность научно объясняет, как работают наши молитвы. Но есть целый аспект веры и молитвы, который невозможно объяснить с помощью науки. Люди путешествуют по священным местам, чтобы получить энергию духовной линии. В их непоколебимой вере в силу Господа есть эффект плацебо? Она отвечает за исцеление? Или есть божественная энергия, вызывающая их трансформацию? В любом случае, я поражена этой мистикой. И если духовное исцеление работает, почему бы не воспользоваться этим и не быть открытым этому? Хорошо, глубоко вздохните. Позвольте рассказать немного о себе, потому что, может, вам станет интересно. Я родился в очень религиозной семье. Нас учили молиться. Мы обращались к Господу за помощью. Так я с детства научился, что если ты просишь что-то у Господа, ты доверяешь Ему и веришь. И ты встаешь на путь, где все становится возможным. У меня была опухоль мозга, которая была неизлечима. Ты постоянно переживаешь, что-то происходит внутри головы. Растет ли оно? И это преследует тебя, постоянный страх. Потому что ты не знаешь, как быстро оно вырастет. Поймите, пожалуйста, что я не делаю ничего такого. Поймите, что все, что вы видите, приходит от Господа. Я не духовный наставник и не учитель. Я просто благодарен, что по какой-то причине Господь решил помогать через меня. Отпусти все, каждую частичку. Все это, все до конца. Встрихни руками. Вот так. Как ты, брат? Ты пришел сюда за этим, чтобы не случилось. Хотел избавиться от этого. И это все уходит в виде покалывания. Я дрожу. Он выглядит иначе? Ничего себе. Хорошая работа. Мое лицо горело, будто по нему прошелся электрический ток. И это прошло через все мое тело. И когда я обстал, меня трясло. Но это хорошо и по-другому. Никогда не чувствовал ничего похожего. Мы. Ох, черт возьми. Мы. Ох, черт. Ох, черт. Черт. Поэтому я и встаю по утрам. Ради нее. Ради всех вас. И здорово, что вы видите, что это возможно. Так что... О, боже. Почувствовала какие-нибудь изменения? Я думала, будет тяжело все отпустить. Не представляла себя без болезни. Хорошо. Я знаю, что пыталась. Я пытаюсь. Ты справляешься. Ты не пытаешься. Ты делаешь. В этом и есть разница. Отпусти. То, о чем она сейчас говорила, это грань. Есть много людей, которые не представляют, каково это. Каково это хорошо себя чувствовать. Они боятся и не могут к этому прийти. Люди говорят, что у меня нет веры, но на самом деле у всех есть какая-то вера. У вас либо есть вера в то, что все возможно, либо в то, что все невозможно. В этом случае у вас есть вера в то, что рак убьет нас. Либо вера в силу Господа, в силу чуда, в силу бесконечных возможностей, в силу чего угодно, что мы не можем увидеть своими глазами или потрогать. И это прерывает силу и динамику болезни. Я понятия не имела, что меня ждет. Я просто пыталась подготовиться ко всему, к любому ответу. Диана привела меня на прием, и онколог сказал, на снимках все чисто. Рака нет. Я начала плакать и смеяться одновременно. Он сказал, видимо, мы неправильно поставили диагноз. Что? Да, он просто не мог поверить, что все так быстро прошло. Это чудо. Это чудо. У всех есть программа лечения. В моей два года лечения. Сначала химия, потом химиорадиация, потом операция, потом еще больше химии, и так два года. Моя болезнь ушла за один этап. Что мы делали в последний раз? Даже мой онколог, который был лучшим, кого я могла найти, сказал, это потрясающе. Твои волосы даже не успели выпасть. Что ты делала? Выглядишь великолепно. Показатели в полном порядке. Я сказала, пила пшеничный сок, а он такой, хорошо, как скажешь. Я спросила, вы не верите, что это работает? Он ответил, нет, если вам это помогает. Они предложили мне два варианта. С одним мои волосы полностью выпадут, а с другим выпадут и никогда больше не вырастут. А у меня к концу сохранилось две трети. Ты молода, и у тебя все впереди. Больше всего меня радовала поддержка друзей и семьи, и что у меня был духовный наставник, который помог мне через все это пройти, избавиться от страха и от старых ран. Это позволило мне добиться высшей степени исцеления. Если ты принимаешь людей, которые помогают и поддерживают тебя в течение всего процесса, и чувствуешь проявление любви, это помогает твоему организму исцелиться. Потому что, как только ты примешь это, как только поверишь в то, что люди дарят тебе любовь, у тебя выработается окситоцин. Он разрушает плохие клетки и повышает уровень лейкоцитов. Иммунная система улучшается. Очень важно работать с врачами, которые общаются с тобой как с живым человеком. Важно окружать себя друзьями, которые вдохновляют тебя, дарят надежду и силу больше, чем страх. Хотя это очень сложно, потому что, когда ты болен, чувствуешь себя уязвимо. Хочется закрыться и быть одной. Как нам разбить этот круг страха? Как нам побороть боль и перейти к позитивным мыслям? Когда человек появляется в кабине врача, ему сообщают диагноз. Ревматоидный артрит, рассеянный склероз, как диабет. Как только он слышит диагноз, в основном он испытывает страх и печаль. Они могут думать позитивно, если захотят. Они могут говорить, я пройду через это. Но если они испытывают страх, то эта мысль никогда не придет в голову. Потому что это не соответствует его эмоциональному состоянию. Вы должны заставить человека изменить свое эмоциональное состояние, чтобы он испытывал чувство благодарности. Почему? Обычно мы благодарим, когда что-то получаем. Но когда ты благодаришь в таком состоянии, организм думает, что он что-то получил, потому что эмоциональный сигнал благодарности значит, что все хорошо. Итак, чем больше мы можем почувствовать исцеление, оно уже появляется. Испытывать благодарность за исцеление, которое уже есть. Это знак для нашего организма начать вырабатывать нервные клетки, чтобы образовались связи. Это повлияет на химию мозга и приведет к исцелению. У нас есть продвинутая нервная система, которая реагирует на все, что происходит в нашей жизни. На то, что мы думаем, чувствуем и во что верим. И особенно на эмоции, которые мы испытываем, когда жизнь нам что-то преподносит. Я старалась не принимать стероиды. В прошлом месяце у меня был небольшой срыв, который, я думала, мне поможет. А после у меня было просто сонное состояние, которое не проходило, и внезапно на выходных случился срыв. У меня появились нарывы, которые начали распространяться по груди. О боже. Да. На что это похоже? Казалось, будто вот-вот все взорвется. Если вы чем-то болеете, например, у вас вирус Эйнштейн-бар или лишайки, стресс может вызвать это, плесень может вызвать это, кто-то, не оправдавший ваше доверие, может вызвать это, проблемы на работе могут вызвать это, увольнение – все может вызвать это. Но должно быть что-то, что может вызвать это. Ключ в том, чтобы понять, в чем настоящая причина, и жить жизнью нормального человека, и, несмотря на несчастье, жить дальше. Мои маленькие цветочки выросли в большие георгины. Они начинают сливаться вместе, стали большими и очень болезненными. Они горят, а после остывают. Сегодня я справилась. Срочно вызвали врачей и положили меня в изоляцию, потому что они не знали, заразен ли этот вирус или инфекция. У меня была боль в животе, и становилось все хуже и хуже. Они позвали всех специалистов, провели тесты на все, и все оказалось в норме. Как только я выйду, мне дадут большую дозу стероидов, чтобы заглушить болезнь, потому что не станет лучше само по себе. Потом мой дерматолог выразил обеспокоенность тем, что мне выписали стероиды, когда у меня были нарывы. Так что она дала мне рецепт на антибиотик Дапсон. Я не осознавала всю силу антибиотиков. Я пошла в аптеку, и фармацевт остановил меня. Он спросил, вы знаете, что это очень большая доза антибиотиков? Вот где я оказалась, мне пришлось взять отраву. Заглушать болезнь стероидами или бесконечно принимать тяжелые антибиотики? Я была в Лос-Анджелесе, ходила к лучшим докторам в этой сфере. Встречалась, возможно, с десятком врачей, и никто не мог понять, в чем проблема. Они давали мне лекарства от всего, что только могло подойти. Я думала, это такой процесс лечения, западная медицина, это тяжело, давайте бросим все силы на это и посмотрим, что лучше сработает. Как думаешь, если бы страховка покрывала нетрадиционных врачей, стала бы ты чаще ходить и доверять им? Определенно, да, потому что я знаю, что стероиды — это легкий путь. Пять долларов — и мне лучше. Если бы у меня был доступ к таким витаминам и всем нетрадиционным докторам по той же цене, я бы ходила к ним гораздо чаще. Я верю в натуропатию и во все, что связано с нетрадиционной медициной, но я не могу полностью посвятить себя этому, не знаю почему. Может, я еще эмоционально не готова открывать дверь для этого, или что-то внутри меня блокирует лечение. И в моем случае это выглядит достижимо. Я могу с этим справиться, но по каким-то причинам не могу. Ева научила меня, сколько смелости нужно иметь, чтобы выбрать духовный путь исцеления. Потому что общество, которому мы привыкли верить, говорит нам, что традиционная медицина знает лучшее в этом решение. Это очень ранит меня. Я не знаю. Я не знаю. Для меня все равно, платить сейчас или потом. И я боюсь долгосрочных последствий от стероидов, которые влияют на организм Евы. Но я понимаю ее борьбу. Все, что я могу сейчас сделать, это продолжить поддерживать ее и молиться, чтобы она вскоре нашла ответ. Приближается третья годовщина без рака. Есть чувство страха, ведь ты наверняка слышала много историй. Очень много. Когда я впервые вернулась на работу, все говорили, здорово, что ты вернулась. А потом у моего знакомого был рак. Но потом все наладилось. Ему делали химию, два года у него не было рака. Прошло два с половиной года, рак вернулся, и он умер через несколько месяцев. Очень много таких историй. Так что я немного боялась перед ПЭТ. Конечно, мне не нравится радиация, но приходится ее делать. Я испытывала боль по всему телу. И непонятно, боль от радиации или чего-то еще. Но я дошла до того момента, когда поняла, что все налаживается. Это было так понятно. Мой организм хочет быть здоровым. Наши тела хотят быть здоровыми, но все дело в голове. Это все страх или что-то вроде того. И ты бьешься над этим, пытаясь понять, как со всем этим разобраться. Есть ли у тебя что-то, что ты хотела бы всем рассказать? Хотела бы сказать, что самым сильным моментом было прозрение в конце курса химиотерапии и радиации. Я была очень слаба. Я сказала брату, что хочу на пляж, хочу быть на солнце. Тогда он отвез меня просто полежать. Просто полежать на траве. Потом он отошел. А я лежала там и смотрела на людей. Смотрела, как катаются на роликах и велосипеде, как гуляют и смеются. И просто хотела сказать этим людям, вам очень повезло. Я поняла, что все зависит от тебя. Жизнь может быть как красивой, так и ужасной. Так много красоты и возможностей вокруг нас. Мне бы хотелось, чтобы все это знали. Какой потрясающий подарок. Жизнь. Сфокусируйтесь на жизни. Сфокусируйтесь на том, что приносит вам радость. Сфокусируйтесь на любви ваших любимых. Проводите каждый день, делая то, что вам нравится. Обычно людям на ремиссии я говорю так. Думаете, что слово «ремиссия» означает «помнить свою миссию». Сейчас самое время вспомнить свою миссию. Болезнь может быть сложной, может причинять боль и пугать. Я не говорю, что у меня есть все ответы. Но благодаря этому путешествию я поняла, что человеческий организм способен на чудесные вещи. Это умная система, крепко связанная с нашим разумом и миром вокруг нас. Она потрясающе спроектирована для самовосстановления и исцеления. Очищая окружающую среду, воздух, которым мы дышим, еду, которую мы едим, воду, которую пьем, и продукты, которые используем, мы помогаем себе исцелиться. Все проходит через физическое и улучшает наше внутреннее состояние, наши мысли, веру и эмоции. Мы можем улучшить нашу жизнь и здоровье значительным образом. Все дело в вере. Будь то вера в Бога, вера в медицину, вера в возможность в наших целях исцеляться, или все вместе. Если мы верим в это, мы можем этого достичь. Мы живем в мире бесконечных возможностей. Чем выберите и сфокусируйтесь на том, что вы хотите. Не позволяйте страху помешать вашим целям. У нас есть сила к исцелению. Внимание всем игровым! Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Если бы мне удалось объяснить людям, как они прекрасны, что они в воплощении жизни, что нет ничего, кроме нас, каждый из 8 миллиардов особенный. Но гарантирую, что большинство людей не получат той любви и заботы, которые могли бы стать предпосылкой к исцелению. Чем лучше мы себя знаем, тем лучше мы подготовлены к исцелению своих тел, своих эмоций, своего внутреннего мира. И это позволяет нам сильнее любить окружающий мир. Научитесь находить связь между разумом и телом, потому что ваш разум оказывает сильнейшее влияние на ваше тело. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Каждый день я встречаю людей, которые преодолевают значительные трудности, излечивая четвертой стадии рака. Исцеление может случиться в любой момент. Даже когда вы, в кавычках, на пороге смерти. Живите без страха смерти. Потому что смерть приходит к опыту, а не к вам. Мне кажется, это станет важнее для все большего количества людей, потому что мы все вместе разбиваем этот тип медицины. Не оставляйте это так, будто вы просто прочитали или посмотрели в документальном фильме. Воплотите это в жизнь. Будут взлеты и падения. Взлеты и падения. Обратитесь к людям. Узнайте их истории. Никогда не сдавайтесь. Тело любит вас. Любит безоговорочно. Оно не подведет вас. Будьте спокойны и милосердны. Идите шаг за шагом, и вы придете к цели. Неважно, как долго вы болеете, вы можете изучить. Всегда помните и никогда не забывайте об этом. Я признаю слово, зная, что с этого момента все работает вместе. На общее благо всех и каждого. Сейчас мы пришли к целостности. Мы приходим к здоровью. Приходим к жизненной силе и энергии. К силе оживления и восстановления. Сейчас происходит что-то прекрасное. И мы дадим этому случиться отныне и навсегда. Да будет так. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.